Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 8 июля я продолжаю рассказывать о самых сладких томатах, потому что все мы знаем, каждому огороднику хочется найти самый-самый-самый сладкий томат, вырастить его. Но желательно, чтобы он был еще и красивый, и урожайный, и ранний. Короче, чтобы было 3 в одном или даже 4 лучших качества в одном. И вот к этому описанию, как никто, лучше подходит томат «Русские колокола». Вот он вместе с Джала Сантой, который я тоже назвала самым сладким томатом. Это вот у меня теплица для получения раннего урожая, в которой плоды начали спеть с начала мая, май, июнь и июль. Я продолжаю отсюда выносить урожай ведрами. Сейчас вот это томатное изобилие подходит уже к концу. Вы видите, что нижняя часть стволов уже обобрана, и на самых верхушках уже спеют у меня томаты. Сейчас я подойду поближе к томату, где разложены русские колокола. Расскажу вам все о нем. Поэтому приготовьтесь, видео очень длинным будет, потому что этот сорт заслуживает внимания, потому что многие им интересуются. Все о нем расскажу, потом покажу еще на улице. Все мы ищем самый-самый сладкий томат на протяжении всей своей жизни. Когда заходим в магазин, конечно, прочитываем характеристики, ищем там заветные слова «самый сладкий томат». Кто-то в поисковике вбивает топ-20, топ-10 самых сладких томатов выискивает, кто-то выписывает у частных коллекционеров. Вот я сегодня только что рассказывала про томат «Джало Санта», который именно выявили, когда начали составлять топ-20 самых сладких томатов. Но когда я «Джало Санту» выявила, у меня уже на протяжении нескольких лет до этого был томат «Русские колокола», который я уже сама, ну как, опытным путем выявила, что это тоже один из самых сладких томатов. Его я выращиваю много лет, буду выращивать всегда. Сейчас расскажу о всех достоинствах. И специально вот так вот села, чтобы в сравнении с этим сортом, потому что, еще раз говорю, они очень похожи, сладкие, красивые, полезные, но такие разные эти два сорта, вы сейчас поймете почему. Потому что если у «Джало Санты» я рассказывала о недостатках, что он в теплице разрастается, закрывает всех, ведет себя очень дерзко, то у «Русских колоколов» я вообще не могу назвать ни одного недостатка. Недостатков у него практически нет. Я поэтому и сказала сразу, что видео будет очень длинным, потому что человек, который ни разу не выращивал, например, ни тот и ни другой сорт, он должен сразу понимать, что, например, он получит в результате, купив семена томата «Русские колокола», что от него ожидать, каких сюрпризов. Если начать с описания, то по описанию и «Джало Санта», и «Русские колокола» они очень-очень похожи. Также детерминатный. Также указана высота 60-70 сантиметров. И если про «Джало Санту» многие уже пишут, что при указанной высоте 50-60 сантиметров он вырастает огромный. И вчера я показывала, что действительно, да, он урожайный, да, он красивый, но в теплице он старается завоевать как можно больше пространства, очень хорошо разрастается в высоту и относится к тем томатам, которые на улице выглядят по одному, а занесешь их в теплицу, они выглядят совсем по-другому. Если вот так попросту сказать, немного наглеют. «Русские колокола» полностью противоположность. Он что в открытом грунте, покажу вам сейчас, пойду и в открытом грунте, что в теплице скромности своей он не теряет. Он как указан, детерминатный, там, высота 60 и метр, 60 сантиметров он стоит на улице, кустик, метр он вырастает в теплице. Он мало облицовленный, листики у него нежные, как бы просвечивающиеся. Он в теплице скромняга, поэтому я его считаю вот идеальным сортом для выращивания в теплице. Если про Джала Санту я сказала, что, скорее всего, он будет у меня продолжать расти дальше в открытом грунте, как и в прошлом году я его выращивала, нынче первый раз попробовала в теплице и решила, что нет, дорогой, для теплицы ты не подходишь, слишком дерзкий, то русские колокола я выращиваю в теплице на протяжении многих-многих лет, одновременно и в открытом грунте выращиваю и в теплице, и могу всех заверить, что посадив его в теплицу, никаких проблем вы с ним не найдете проблем. Так что вот простроение куста идеален для теплиц. Еще одно очень хорошее качество, это он раннеспелый. Если вы хотите получить рано сладкие, красивые вот такие помидорки, конечно, это русские колокола. Я его всегда высаживаю для раннего урожая наравне с другими. И уже примерно, кто смотрит мои видео внимательно, они видели примерно полмесяца назад, три недели назад, я уже там на кухне, когда делала дегустацию, у меня лежала уже кучка русских колоколов, то есть это не первый урожай, а это урожай последней степлицы, наоборот. Потом, плоды, что немаловажно, очень красивые. Вот они ярко-желтые сначала, вот такие, вот видите, вот ярко-желтые, а в фазе полной зрелости они делаются вот такие вот оранжевые, прям темно-оранжевые. И именно вот такие темно-оранжевые, вы видите, что разность в цвете. Вот желтые, а вот такой вот оранжевый, вот такие вот оранжевые, которые вы иногда берете с терпением и подождете, когда полностью они поспеют, это самые сладкие, вот прям какие-то фруктовые. Ну, короче, у них десертное, скорее всего, направление, у них даже нет кислинки, когда они полностью вызреют. Вот, вес небольшой, 80-100 грамм, и это, конечно, и плюс, и минус. Кто любит мясистые, огромные, сахаристые, это не тот томат. Но плюс в том, что вот этот детерминантный тип куста и вот эти маленькие плодики, небольшой вес, они позволяют томату очень быстро сформировать их, нанизать очень много и очень быстро они спеют. Ясно, что если томат, например, вот такой вот огромный, сердцевидный, он будет дольше созревать, чем вот эти малыши пальчиковые. Они такие, как перцевидные, удлиненные формы, очень декоративные, очень красивые и в банках хорошо смотрятся. Конечно, для свежего употребления. И тут же отмечу те же достоинства, которые я говорила сегодня про Джала Санту, что именно желтые, именно оранжевые томаты, у них нет противопоказания ни аллергикам, ни детям, ни людям пожилого возраста, у которых обычно с желудочно-кишечным трактом уже проблемы, и красные томаты им противопоказаны. Эти, пожалуйста, ешьте на здоровье. Нет даже кислинки, у вас не будет ни изжоги, не будет никакого дискомфорта в желудке после употребления таких... Ой, слюнями сейчас я хлебнусь, сама себя раззадорила. Вот смотрите, если вы ищете сладкий томат, беспроблемный томат, вы его нашли, это томат «Русские колокола». Сладость его вас поразит. Конечно, я согласна, что сладость томата зависит еще и от погодных условий, чем больше солнышка получат наши томатики, тем они сладче, и от состава грунта, и от подкормок, от многих-многих факторов. Но все-таки сорт тоже имеет значение, потому что мы все знаем, что есть томаты с традиционным томатным вкусом, обычно это красные, и никогда они не будут, не превратятся вот в такие десертные, а есть томаты, которые специально выведены, с повышенным содержанием сладости, у них генетически заложено, они рождены быть сладкими. Вот томат «Русские колокола», он рожден быть сладким, рожден радовать нас своим вкусом, и именно самое ценное, это в ранний период, когда еще нет никаких томатов, конечно, его можно и для заготовок, но я никогда его для консервации не использую, стараемся кушать его в свежем виде, и вот эти томаты, они сами просятся для вяления, для различного, вот, как вяленые томаты, запеченные томаты, вот все томаты, где нужна именно целая, вот, здравствуйте, проходите дальше, где нужна целая, целый плод, именно чтобы не резать на большие куски, вот это «Русские колокола». Сотними, я каждый год пою песню, хвалебную этому томату, сотни моих зрителей уже купили у меня семена, выращивают и благодарят меня каждый год, ни одного отрицательного отклика об этом томате я не слышала. Так, еще, про аномально жаркую погоду хотела очень заострить ваше внимание про вершинную гниль. То, что этот томат болезнеустойчивый на протяжении многих лет, я уже поняла, но тут я хочу еще отметить одно. Ладно, вот этот вот Джала Санта, он такой плоско-округлый, классическая форма, он редко болеет такой томат, такой формы вершинкой, но в этом году аномально жаркая погода, и у многих, многие жалуются, что вершинная гниль, вы видите, что они вот тоже длинноносенькие, и казалось бы, они должны были поразиться вершинной гнилью ни одного томата, ну, впрочем, как и других тоже нет, вершинной гнили нет, но с аномально жаркой погодой связана другая проблема. Я говорила, вот сегодня уже продержала Санту, недостаток влаги в грунте, не успевали поливать, никакой капельный полив не помогает, недостаток влаги, спровоцировал, короче, вот, недообразовались, недоналились плоды, из-за жары начали спеть. Но я простила этому сорту, потому что, эту маленькую такую, недостаток, потому что, ну, тут была температура, зашкаливала за 50, ну, какой тут налив плодов, и, конечно, не успевала я не поливать, каплю включала, но вы понимаете, что капля, она капает вот через какой-то определенный период, пока вторая капля капнет, первая уже высохла. Тут, ну, ничем нельзя было помочь, тем более у меня их много, за всеми не успевала. Вот можете это встретить, если, например, будет сильно жаркая погода, плоды не успевают наливаться, а жара провоцирует их на скорейшее созревание. Больше никаких недостатков нет. Семена можно заготавливать свои, что я и делаю, всем советую. Купив один раз, вы потом заготовите свои семена, потому что это сорт, это не гибрид. Хотя редко его увидишь в магазине, я один раз его купила в пачке, и все-таки где-то он продается, бывает. Но вот у меня в наборах, он есть в наборе сибирский десант, в новом наборе «Дружба народов». С 1 августа, возможно, будет и по заявке, буду принимать, если по спискам, по вашему желанию, то, возможно, будет и по желанию. В прошлом году был до самого конца, в достаточном количестве. Все, кто хотел, все купили. Советую, прям рекомендую, из года в год, я не каждый сорт так сильно хвалю, но из года в год про русские колокола, я прям говорю, что пою хвалебные песни. Вот в описании к этому видео я дам ссылку на дегустации прошлого года, там есть поза прошлого года, на обзор в теплице, а сейчас пойдем посмотрим обзор на улице. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось вот это видео. Ну, тут ассистенты, правда, немножко мешают, но извините, это жизнь. Никуда живот так и одеть могу, куда я туда и мои кошки за мной. Сейчас, прям быстро, минутку покажу, как на улице растет. Ну, конечно, забыла сказать самое главное. Вот видите, вот этот, который я говорила, второй урожай, вот тут у меня окончательно сейчас дозревают, а здесь второй урожай. Второй урожай, это тоже русские колокола. Вы понимаете, что если бы сорт был не достоин моего внимания, как если бы я его не любила, я бы не высадила его еще второй раз здесь. Сейчас посмотрю, как он себя чувствует. Ну, тут, конечно, он высажен поздно, он рассчитан на то, что он здесь будет расти после того, как я все это вот обснимаю сибиряков наших. И, блин, ну, забыла, что-то хотела еще про него сказать важное. Мне так хочется его похвалить. А, да, это не редкий, не коллекционный сорт, он не относится к дорогостоящим. Он у нас... Вон поспел, сейчас пройдем. А, вот, что самое главное. Для чего я устроила вот этот вот, как бы, второй урожай, но вот он, они у меня лежачие. Видите, уже спеет. Просто я хотела испытать его, этот сорт, чтобы дать вам потом еще полную, более полную информацию, можно ли его выращивать в лежачем состоянии, подходит ли этот сорт для выращивания на грядках ленивках. Поэтому это очень важно, потому что для занятых огородников очень важно найти сорт, который и красивый, и урожайный, и вкусный, и неприхотливый, и сладкий, чтобы были все качества в одном, чтобы его можно было еще желательно выращивать вообще без какого-либо ухода. И вот если это будет сорт русские колокола, я буду очень рада, если его можно будет выращивать на грядках ленивках. А так, все остальное у него уже есть. Он и урожайный, но я уже туда не буду возвращаться, он там лежит, не это, не это, он и урожайный, и красивый, и сладкий, и неприхотливый, для теплиц идеальный. Короче, все в нем сошлось. Прекрасный. Вот русские колокола на улице, на улице он тоже спеет. И здесь я вижу, что тут размер плодов немного покрупнее, потому что тут не было жары. Ой, видите, вон они висят. Тут на каких-то есть вообще хорошо спелые, на каких только начинают буреть. Короче, из моего вот этого видеоролика вы поняли, что это очень прекрасный томат. Я его вообще считаю лучшим из десертных. Посмотрите, какие они красивые. Вот сейчас я уберу здесь лишний укроп. Тут я немножко запустила грядку. Времени хватает. Ой, сейчас подожди. Сейчас я укроп уберу и русские колокола на улице откроются во всей красе. Все, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!